Участники крестного хода Святая Русь завершили свое путешествие. Девять месяцев назад они из Магадана отправились по России и Европе, чтобы поддержать в людях веру и показать ее силу. С собой везли иконы Божией Матери Магаданская и Державный Покров, а еще православную святыню – крест. Прошли около 80 тысяч километров. Изначально планировали вернуться через полгода, но ход затянулся. Посетили 18 западных государств. Прошли и Белоруссию, и Кавказ, и Крым, и всю Россию, и в то же время, самое главное, это зашлось в Киев, которые зашли на крещение Руси. Я бы хотел поблагодарить и мэра города Магадана Юрия Федоровича, который провожал здесь нас. Это уже третье путешествие. В 2017 году финишировали в Москве, в 2018 в Минске, в этом году дошли до Киева. Крестный ход организовали члены Всероссийского общества инвалидов. Магаданец с ограниченными возможностями Александр Чмирев вел машину на протяжении всего путешествия. Говорит, что дороги хорошие, путь интересный. Автомобиль на ручном управлении водит более 15 лет. В ход отправился, потому что считает, что православие начинают забывать, и нужно напомнить другим. Россия – священная держава. Стали забывать. В основном приходят, смотришь в церкви, в соборы. Молодежи мало приходят. В основном все пожилые. Люди должны знать, что они православные, крещеные. Каждый, кто решился на крестный ход, преследовал разные цели. Олег Скакун – член Общественной палаты Луганской Народной Республики. Отправился в путешествие, чтобы поведать людям о ситуации на своей родине. На Украине идет война, и он надеется, что православие поможет его согражданам обрести мир. По словам Олега Алексеевича, он проделал весь путь с молитвами на устах. По ходу нашего крестного хода люди молятся, узнаю, что молятся за наш народ, за всю Украину даже. Только за Луганск, Донецк, за всю, чтобы и там пришла благодать этим правителям и прекратили эту братоубийственную войну. В каждом месте, которое посетили паломники, им дарили иконы. Участники насчитывают около сотни в своем багаже. Говорят, не успели еще и половины разобрать. Однако основной считают Магаданскую икону Божьей Матери. Эту святыню первую передали участникам крестного хода. Хранят ее в Покровском женском монастыре. Крестный ход уже второй год начинают именно с нее. В 2018 году путешествия посвятили памяти расстрела царской семьи. В этом жизнь и миру на Великой Родине. Автопробег приурочили к 600-летию явления Годеновского животворящего креста. Эту святыню православные считают самой почитаемой в стране. Василий Кухарь, участник хода, отметил, что история обнаружения креста загадочна и невероятна. Паломники на протяжении всего пути несли с собой его копию. Главная святыня этого крестного хода – это копия Женотворящего креста Господня. Вот она, Годеновского креста, который был явлен в 1423 году. На Сахотских болотах, это под Ростовом, явление было чудесное, пастухи рассказывали. Свет великий увидели с греческой стороны, и в том свете стоял Николай Чудотворец, и рядом был крест. Распятие Христово и голос от того места. Поставьте на месте всем церковь мою. Ящик, кто с верой придет, буду тому чудеса исцеления. Вот, братья Красноярские, настоящие сибиряки, мужественные люди, крест вынесли, уложили и провожают нас, да? Помощь вам, Божие, братья, и спасение вам, вашим сродникам, душам вашим. Реализовали крестный ход с помощью благотворительности. Каждый желающий мог пожертвовать деньги на путешествия. Паломники сказали спасибо не только первым лицам города и области за их помощь, но и всем магаданцам. По словам участников крестного хода, они не собираются останавливаться на достигнутом. Следующее путешествие планируют совершить в марте, когда починят машины.